Доброе утро, СтопГейм! В эфире Инфакт! В минувшую пятницу состоялся релиз горячо ожидаемый Декалиста Протокол. Вот только что-то у разработчиков пошло не так. Игра набрала всего 75 баллов на OpenCritic и 76 на Metacritic, а среди пользовательских оценок в Steam на старте у нового детища Глена Скофилда было лишь 22% положительных отзывов. На момент создания Инфакта рейтинг поднялся до 54%, но вряд ли кто-то ожидал, что будет настолько плохо. Критики особого восторга также не проявили. Похвалили атмосферу, графон, написали, что игра держит в напряжении, однако в то же время они отмечают, что это уже не та самая Dead Space, а скорее современный имитатор, предающий основы сурвайвл-хоррора, а для кого-то ещё и скучная и посредственная по своей сути игра. Правда, пользователей взбудоражило вовсе не это. В основном жалобы были направлены на отвратительную оптимизацию игры на ПК, которую отметили и специалисты Digital Foundry. Анализ показал, что производительность релизной версии находится просто на кошмарном уровне. Фризы, просадки фреймрейта, тормоза возникают даже на мощных ПК, и чем хуже железо, тем, соответственно, хуже и ситуация. И проблемы коснулись не только версии для персональных компьютеров, но встречаются и на Xbox Series. Полный отчёт читайте в новости по ссылке. Разрабы уже успели выкатить корректирующий патч, но он решает далеко не все проблемы. На этом фоне акции компании и издателя The Calista Protocol рухнули почти на 8,5%. Это напрямую связывают с оценками игры, мол, акционеры ожидали большего. И речь тут идёт конкретно о рейтинге игры на Metacritic. Как это скажется на студии разработчиков и на самом Гленни Скофилде, ну, скоро, думаю, узнаем. The Calista Protocol доступна на ПК, PlayStation и Xbox. Хидео Кодзима, не ищущий лёгких путей, решил вновь испытать смекалку фанатов. В своём твиттере он опубликовал изображения с тремя логотипами, два из которых уже встречались на ранних промо. На картинке видны символ компании Automated Public Assistance Company, нечто напоминающее архитектурный объект и морское существо. Подписано это дело так. Начните новое путешествие. Поклонники творчества гения уже принялись за дешифровку. Первое лого напоминает компас, второе — осьминожку. Возможно, действие игры развернётся в море или над морем. Неспроста рабочее имя проекта — Ocean, океан. Есть мнение, что это будет сиквел Death Stranding. Ждём анонса на The Game Awards. А пока ждём, на сайте мероприятия начался второй этап голосования за лучшую игру 2022 года. Внезапно рейтинг возглавили Genshin Impact и, что ещё более внезапно, Sonic Frontiers. А лидирующую на первом этапе Elden Ring подвинули на третье место. Четвёртую позицию заняла God of War Ragnarok, но замыкает пятёрку Stray. И раз уж мы затронули тему TGA, вот ещё одна коротенькая новость. Из файтингов на шоу точно покажут Tekken 8, но точно не покажут новый проект NetherRealm, авторов Mortal Kombat и Injustice. Трансляция стартует в 3.30 утра по московскому времени 9 декабря. Геймдиректор Atomic Heart поделился подробностями проекта с порталом IGN, а тот, в свою очередь, поделился инфой с общественностью. Сообщается, что хочешь не хочешь, а биться в рукопашную придётся по-любому, потому как патронов на всех определённо не хватит. Но при этом после прокачки холодное оружие будет даже лучше, чем пушки. Герой носит в кармане полимерную бомбу, которая ослабляет противников. В оружие можно будет вставлять особые модули, которые разрешается комбинировать и создавать специальные снаряды. Тоже можно будет делать и с навыками. Также авторы внедрили в игру элементы стелса, однако совсем избегать лобовых столкновений не удастся. Саундтрек сочетает в себе музыку 50-х-80-х годов и фирменные, брутальные треки Мика Гордона. В Atomic Heart можно будет покатать на транспорте, но модель машинки будет всего одна. Новые, может быть, добавят в DLC. Больше деталей читайте у нас на сайте. Atomic Heart выйдет 21 февраля на ПК, в России только в ВК-плей, PlayStation и Xbox. Журналист Том Хендерсон внезапно вынырнул из варпа с новостями об Assassin's Creed. По его словам, новую полноценную часть с подзаголовком Mirage выпустят в августе 2023-го. Изначально игру планировали релизнуть раньше, но затем, по словам Хендерсона, дату дважды перенесли. И ничто не отменяет того факта, что Ubisoft может передумать снова. Так что, если это случится, новых Ассасинов передвинуты ещё дальше. Кроме того, инсайдеру стало известно, что у создателей Codename Red возникли проблемы, из-за чего японская Assassin's Creed может переехать с 2024-го на 2025-й. А вот у Codename Hex, той, что про охоту на ведьм, всё замечательно. Концепт игры был принят на ура, и скоро стартует этап полноценной разработки. Правда, выхода стоит ждать не раньше 2026-го. Ну а на данный момент свой последний аддон получила Assassin's Creed Valhalla. С ним поддержка игры прекращается. Но Ubisoft скорешилась с Bungie и готовит кроссовер с Destiny 2. На Ассасинском базаре появятся два набора с оружием, бронёй и обликами, а в Destiny 2 завезут тематический корабль, анимации добиваний и прочие ассасинские ништячки. Кроссоверы стартуют уже завтра. Авторы грядущей Warhammer 40,000 Rogue Trader анонсировали дату старта альфа-версии. Она будет доступна только тем игрокам, которые оформили предзаказ коллекционного издания и Developers Digital Pack. Обладатели же партбилета на стандартное издание смогут присоединиться уже в бета-версии. Что именно будет представлено в тестах, не сообщается. Warhammer 40,000 Rogue Trader выйдет исключительно на ПК. А когда — это всё ещё вопрос. Системные требования можете глянуть по ссылке. Нельзя просто взять и не выпустить Готи издание Cyberpunk 2077. CD Projekt Red собирается выпустить издание года после релиза DLC Phantom Liberty, но также планирует выкатить некий содержательный апдейт. Правда, случится это до издания года или уже после — не уточняется. Компания считает это естественным ходом событий, ведь когда-то и Ведьмак получил своё Game of the Year после выпуска последнего дополнения. Готи Киберпанк будет содержать только базовую игру и аддон, а продавать его собираются за полную цену. То есть, скорее всего, за 60 долларов. Новости халявы. 8 декабря ПК-версия Saints Row 4 абсолютно безвозмездно получит обновление до версии Re-Elected, которая включает все вышедшие дополнения к игре. А это два сюжетных аддона и ещё более двух десятков паков с оружием и шмотками. Все сейвы и ачивки сохранятся, а моды останутся пригодными для использования. Ну а кроме того, игра получит кроссплей между версиями магазинов Steam, EGS и GOG. А на сегодня это всё. На сайте stopgame.ru в читательском разделе появилась статья от Степана Пескова, который решил разобраться, почему по вселенной Warhammer 40 000 выходит столь преступно малое количество по-настоящему годных игр. Обязательно зацените. Приятного вам аппетита и хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok